Дерево Победы. Еще в апреле этого года под таким названием стартовала Всероссийская патриотическая акция. Волонтеры Победы высаживали аллеи в честь героев войны. В этот раз мероприятие проходит более торжественно, чем обычно. Во дворе лицея «Исток» волонтеры вместе с учениками высаживают дубы, которые на своем участке вырастил ветеран Геннадий Торопов. Мы узнали как раз, что Геннадий Владимирович давно мечтал посадить эти дубы. И мы узнали и решили помочь ему в этой затее, в этой идее, реализовать ее, что в честь маршалов Победы он хочет посадить эти дубы. И, конечно же, мы ему помогли. Тем более у него послезавтра уже день рождения. 20 сентября ветерану будет 93 года. Эти маленькие дубки Геннадий Владимирович выращивал очень тщательно. Сначала посадил один дуб. Из его желудей долгим и упорным трудом вырастил остальные деревца. С предложением высадить аллею в память о маршалах Победы ветеран обращался в мэрию. Но безуспешно. Давайте-ка я все достану, привезу и посажу четыре дуба. Свободный газон по улице Велишской, по-моему-то. Ну, у нас же кругом чиновники. Как да что, да мы там будем кусты сажать, я говорю, ну, дело ваше. Так мы общего языка не нашли. И вот, наконец, у памятных дубов есть свое место по периметру забора, чтобы видно было со всех сторон. Геннадий Владимирович рассказывает, дубы – это символ вечности. Вырастают деревья высокими и могучими, такими же, какой должна быть память о Победе. Посадить в честь, где-то же превразило Россию, матушку, так вот. Ну, допустим, дубочки, да, да если еще, допустим, учащиеся будут знать, что вот по инициативе участника войны, активного участника, меня считают так, значит, выросли такие дубы там и так далее. Вот я считаю, это самые лучшие памятью своих, может быть, дел полезных. Руководители лицея – зеленым новоселом Рады. На территории находится и детский сад, и школа. Воспитание здесь патриотическое деревья Победы очень кстати. Ученики вместе с учителями теперь будут тщательно ухаживать за небольшой, но такой исторически ценной аллеей. Эти деревца когда-нибудь вырастут большими. И мы обязательно уже в ближайшее время поставим около них таблички, чему и кому посвящены эти дубочки. Во-первых, ветеранам Великой Отечественной войны. Во-вторых, ребята сейчас изучают истории и биографии маршалов Победы. И, наверное, каждый из десяти дубочков будет носить чье-то из их имен. Память о подвиге должна жить и расти. Акцию «Дерево Победы» продолжат в Шуйском районе. В планах посадить более ста кедров.